Всем доброе утро! У нас на часах начало седьмого, и я собираюсь в путь. Это что такое? Скажи привет! Ну, скажи привет. Привет! Ты будешь по мне скучать? Обязательно, очень сильно. Сампусика куплены. Субтитры сделал DimaTorzok за мной заедут. Личный шофер. Шучу. Слушайте, а знакомство, это не май месяц? Ну, и зятка. Субтитры сделал DimaTorzok Я сейчас нахожусь на Красной площади. Вот такая она красивая. И со мной две мои подружинцы. Это Любочка, LoveCrossTitchen, и Юленька Мирошникова. Это та девочка, которая придумывает теги. Те, кто не ответил на эти теги, пожалуйста, ответьте. Ей будет приятно. И подпишись на мой канал. Ей будет приятно. Всем доброе утро. Сегодня пятница. Мы идем на самую главную выставку года, на формулу рукоотделия. Я и мои подружки. И Капучино вместе с нами. А нужно ли говорить, что мне понравилась эта формула? Для человека, который не искушен подобными выставками, который, можно сказать, первый раз на подобном мероприятии, мне очень понравилось. Я окунулась в такую атмосферу творчества, столько вышитых картин и подобных изделий. И, честно, это не передать словами. И я, наверное, пожелаю каждой рукодельнице хоть раз побывать на подобном мероприятии. Потому что это восхитительно. Это непередаваемо. И лучше все-таки один раз увидеть, чем сто раз услышать. Или, по крайней мере, посмотреть на фотографиях. Потому что, согласитесь, что ни одна фотография не передаст вам живого отшива. Чем полезны данные вышивки? Ну, непосредственно тем, что вы видите отшитые работы. Вы видите определенные новинки. Либо какие-то работы, на которые вы до этого не обращали внимания. А вот именно сейчас, в этот момент, вы их увидели. Либо они для вас раскрылись как-то по-другому. Также меня немножко удивил именно момент размера вышивки. То есть, изначально, когда я на нее смотрела в интернете, мне она казалась больше. Но при отшитом варианте она смотрелась чуть меньше. Но это нисколько не портило саму работу. Просто вот именно момент того, что ты видишь картину в полнометражном объеме, это тоже очень интересно и очень нужно. Да, и ты, соответственно, можешь прикинуть, там, маленькая для тебя работа или большая. Немаловажным моментом является поход на формулу в дружной компании. Можно, конечно, пойти и самой, но когда ты с кем-то, это более интересно, более весело. И даже несмотря на то, что вы с друзьями на одной волне, вы тут же можете на месте обсудить, какие вышивки понравились, какие нет. К чему есть претензии, да, так сказать. То есть, появляется сразу диалог и уйма-уйма тем для разговоров. Это тоже немаловажно. Однозначным фаворитом для нас троих явился набор от фирмы Чудесная игла. Вот этот фонарь, он просто восхитительный. Я не знаю, используют ли они светящиеся нитки, но он реально светится сам по себе. Ну, обворожительный сюжет, честное слово. Это не обзор выставки ни в коем случае. Я просто сняла для вас несколько кадров. Думаю, на ютубе будут более подробные видео именно самой выставки. Что я еще могу сказать? Мечты сбываются, мечтать нужно. И нужно, безусловно, стремиться к тому, чтобы ваши мечты сбывались. Поэтому я вам искренне желаю, чтобы самые заветные мечты обязательно сбывались. Субтитры создавал DimaTorzok Всем доброе утро. Еще один день я нахожусь в Москве. Такой у меня вид из окна. Я на самом деле нахожусь очень близко к парку Сокольники. И до формулы мне было идти, ну сколько, минут 10-20. Нам мало было формулы, мы пришли в Леонард. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Моё путешествие подходит к концу. В гостях хорошо, но дома лучше. Поэтому я очень рада, что я возвращаюсь домой, к своей семье. А вам я хочу сказать спасибо за внимание, за то, что посмотрели это видео. Отдельное спасибо девчонкам, которые провели со мной все эти дни. Девчонки, если бы не вы, то это путешествие не было бы таким потрясающим. Не было бы столько положительных эмоций. Мы бы с вами столько не смеялись. В общем, спасибо вам большое. Видео о покупках и подарках, оно будет следующим после этого, но чуть попозже. Всем отличного настроения и до новых встреч.